Христос воскрес из мертвых Смерть и смерть поправ Исущим во гробах живот даровав Христос воскрес из мертвых Смерть и смерть поправ Исущим во гробах живот даровав Христос воскрес из мертвых Смерть и смерть поправ И слощем в гробах живут даромов. Воскресенье день, просияем люди, Пасха, Господня Пасха, Ибо от земли к жизни, из земли к небесам, Христос Бог нас перевел в песню победную, поющую. Христос воскрес из мертвых, Очистим чувства и увидим неприступным светом воскресенье сияющего Христа и говорящего, Радуйтесь, ясно услышим, воспевая песнь победную, Христос воскрес из мертвых, Небеса достойны довеселяться, земля же дорадуется, Допразднует весь мир, как видимый, так и невидимый, Ибо Христос восстал, веселье вечное, Пресвятая Троица, спаси нас! Умерщвление предел сломила ты, Носив в очреве жизнь вечную Христа, Из гроба воссиявшего в сей день, Дева всенепорочная и мир просветившего, Пресвятая Троица, Богородица, спаси нас! Воскресшим, увидев Сына Твоего и Бога, Радуйся с апостолами, Благодатная, чистая, И первое слово «радуйся» как причина радости для всех, Приняла ты, Богоматерь, Всенепорочная! Придите, будем пить питье новое, Не из камня бесплодного, чудесно изводимое, Но бессмертие источник, Пролившийся из гроба Христом, На котором мы утверждаемся, Христос воскрес из мертвых! Ныне все исполнилось света, И небо, и земля, и преисподняя, Пусть же празднует все творение восстания Христа, На котором утверждается, Христос воскрес из мертвых! Вчера я погребался с тобою, Христе, С тобою воскресшим, Всей день восстаю, Распинался я с тобою вчера, Сам прославь меня с собой, Спаси в царстве своем, Пресвятая Богородица, Спаси нас! К жизни непорочной перехожу я Всей день по благости родившегося от тебя чистая, И все мира концы света мазарившего, Пресвятая Богородица, Спаси нас! Увидев Бога, Которого во плоти носила ты во чреве чистая, Из мертвых восставшим, Как сказал он, Ликуй, И как Бога непорочная его величай! Жены, пришедшие с Марии до рассвета, И нашедшие камень отваленным от гроба, Услышали от ангела, Во свете вечном пребывающего, Что вы ищете среди мертвых, как человека? Посмотрите на погребальные пелены, Бегите и миру возвестите, Что восстал Господь, Умертвив смерть, Ибо Он, Сын Бога, Спасающий ворот человеческий! На божественной страже благословенный Снеавакум, Достанет с нами и покажет цветоносного ангела, Ясно возглашающего, Всей день спасения миру, Ибо воскрес Христос, как всемогущий! Христос воскрес из мертвых! Мужем, как разверзающий девственное чрево, Явился Христос, А как предлагаемый в пищу назван Агнцем, Непорочным же, как непричастный скверни, Он, наша Пасха, И как Бог истины, Зовется совершенным! Христос воскрес из мертвых! Как однолетний Агнец для нас добрый венец, Благословенный, добровольно заколот за всех, Как Пасха очистительная, И вновь воссиял нам из гроба Прекрасным правды солнцем! Христос воскрес из мертвых! Бога Отец Давид, Пред ковчегом подобным тени скакал и края, Мы же, Святой народ Божий, Исполнение прообразов, Видя, Возрадуемся Бога вдохновенно, Ибо воскрес Христос, Как всемогущий! Пресвятая Богородица, Спаси нас! Создавший Адама, Твоего правоца чистая, Созидается от Тебя, И в сей день он смертью своей упразднил, Через того пришедшую смерть, И всех озарил Божественными блистаниями воскресения. Пресвятая Богородица, Спаси нас! Видя Христа, Которого носила ты в чреве чистая, Прекрасно из мертвых, Восиявшую, Сей день для спасения всех, Славная и непорочная среди жен, И прекрасная, С апостолами радуясь, Его прославляй! Бодрствовать будем с раннего утра, И вместо мира песнь принесем Владыке и Христа, Узрим правды солнца, Всем жизнь излучающая. Христос воскрес из мертвых, Безмерное Твое милосердие, Видя Христе, Связанные узами ада, К свету стремились, Радостными стопами восхваляя Пасху вечную. Христос воскрес из мертвых, Приблизимся со светильниками В руках ко Христу, Выходящему из гроба, Как жениху, И отпразднуем вместе С торжествующими небесными полками Пасху Божию спасительную, Пресвятая Богородица, Спаси нас! Просвещается божественными И живоносными лучами Воскресения Сына Твоего, Богоматерь Пречистая, И радости исполняется Благочестивых собраниям, Пресвятая Богородица, Спаси нас! Не отверз ты врат Девства превоплощений, Не разрушил печати Гроба Царь Создания, И потому воскресшим Тебя видя, Матерь радовалась. Сошел ты в глубочайшие Места земли И сокрушил засовы Вечные, державшие Заключенных в око И на третий день, Как из Кита Иона, Воскрес из гроба, Христос воскрес Из мертвых! Сохранив печати Целыми Христе, Ты восстал из гроба Заключенного чрева Девы, Не повредивший При рождении Твоем, И открыл нам Райские двери, Христос воскрес Из мертвых! Спаситель мой, Живая и незаколаемая Моя жертва, Сам себя, как Бог, Добровольно принеся Отцу, Ты воскресил с собою Общего родоначальника Адама, Воскреснув из гроба, Пресвятая Богородица, Спаси нас! Издревле удерживаемая Смертью и тлением, Возведенна к нетленной Вечной жизни, Воплотившимся от Твоего Пречистого чрева, Богородица Дева, Пресвятая Богородица, Спаси нас! Сошел в глубочайшие места земли, В недра Твои чистая, Сошедший и вселившийся, И воплотившийся превыше ума, И воздвиг он с собою Адама, Воскреснув из гроба. Хотя Ты и сошел во гроб бессмертный, Но уничтожил силу ада, И воскрес, как победитель Христе Божий, Женам-мироносицам возгласив, Радуйтесь! И Твоим апостолам мир даруя, Ты, дающий падшим воскресенье, Прежде солнца, Бывшее солнце, Зашедшее некогда во гроб, Придя еще до наступления утра, Искали, как дневного света, Мироносицы Девы, И одна к другой взывали, О, подруги, давайте помажем Благовониями тела, Источающего жизнь непогребенная, Плоть того, Кто воскрешает падшего Адама, Лежащую во гробе. Пойдемте поспешим, И как волхвы, И поклонимся, И принесем мира, Как дары, уже не пеленами, А плащеницу обвитому, И прольем слезы, И воскликнем, О, владыка, восстань, Дающим падшим воскресенье. Воскресенье Христа увидев, Поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному, Кресту Твоему поклоняемся Христе, И святое воскресенье Твое поем и славим, Ибо Ты, Бог наш, Кроме Тебя иного не знаем, Имя Твое призываем, Придите все верные, Поклонимся святому Христову воскресенью, Ибо вот пришла через крест радость всему миру, Всегда благословляя Господа, Воспеваем воскресенье Его, Ибо Он распятие претерпев, Смертью смерть разрушил. Воскрес Иисус из гроба, Как предсказал, Даровав нам вечную жизнь и великую милость, Отроков из печи избавивший, Став человеком, Как страдает, Как смертный, И своим страданием Облекает смертная В красоту бессмертия, Единый, благословенный Бог Отцов и Препрославленный, Христос воскрес из мертвых. Жены богомудрые с благовониями вслед Тебе спешили, Но кого они, как смертного, со слезами искали, Тому с радостью поклонились, Как живому Богу и Пасху таинственную, Ученикам Твоим Христе благовествовали, Христос воскрес из мертвых. Смерти празднуем умерщвление, Ада разрушения, Иной вечной жизни начала, И в восторге воспеваем тому виновника, Единого благословенного, Бога Отцов Препрославленного. Христос воскрес из мертвых, Поистине священно и достойно всякого торжества, Эта ночь спасительная и святозарная, Светоносного дня воскресения предвестница, В которую вечный свет из гроба воссиял во плоти, Для всех воссиял, Пресвятая Богородица, Спаси нас! Умертвив в сей день смерть, Сын Твой всенепорочный, Всем смертным жизнь пребывающего веки веков даровал, Единственный благословенный Бог Отцов и Препрославленный, Пресвятая Богородица, Родица, Спаси нас! Царствующий над всем творением, Став человеком, Вселился в Твое чрево благодатное, И распятие, И смерть претерпев, Воскрес, Как подавает Богу, Воздвигнув нас с Собою, Как всесильный. Этот желанный и святой день, Первый от субботы, Царственный и главный, Есть праздников праздник, И торжество из торжеств, Всей день благословляем Христа вовеки. Христос воскрес из мертвых, Придите вкусим нового плода венамирадной лозы, Божественного веселья, В славный день воскресения, И примем участие в Царстве Христа, Воспевая Его, Как Бога вовеки. Христос воскрес из мертвых, Подними очи твои сион, И вокруг посмотри, Ибо вот сошлись к тебе, Как божественные сияющие светила От запада и севера, И моря и востока, Дети твои, Благословляющие в тебе Христа вовеки. Пресвятая Троица Божия, Наш слава тебе, Отец, Сидержитель, И Слово, и Дух, Единое в трех лицах существо, Всевышнее и Божественнейшее, В тебя мы крещены, И тебя благословляем во все века. Пресвятая Богородица, Спаси нас! Пришел в мир Творец, Через тебя Дева Богородица, И чрево ада расторгнув, Нам смертное воскресенье даровал, Потому мы благословляем его вовеки. Пресвятая Богородица, Спаси нас! Низложи все могущество смерти, Сын твой, Дева, Своим воскресеньем, Как Бог крепкий, Вознес нас собою и обожил, Потому мы воспеваем его вовеки. Светись, светись, Новый Иерусалим, И во слава Господня над тобою зашла, Ликуй ныне, радуйся си он, Ты же чистая красу, Ты же радуйся, чистая Богородица, А воскресенье рожденного тобой, Христос воскрес из мертвых, О божественное, О возлюбленное, О сладчайшее твое слово, Ибо ты не ложно обещал Быть с нами до кончины века Христе, Держась его, Как якоря надежды нашей, Мы верные радуемся, Христос воскрес из мертвых, О Пасха Великая, Священнейшая Христе, О мудрость и Слово Божия сила, Даруй нам совершеннее к тебе приобщиться, Вечно в светлом дне царства твоего, Пресвятая Богородица, Спаси нас, Мы верные согласно прославляем тебя, Дева, Радуйся, дверь Господня, Радуйся, град одушевленный, Радуйся, Ибо благодаря тебе в сей день нам воссиял Свет воскресения из мертвых, От тебя рожденного, Пресвятая Богородица, Спаси нас, Веселись и радуйся, Божественная дверь света, Ибо Иисус, зашедший во гроб, Взошел, Просеяв светлее солнце И всех верных озарив, Богом обрадованная владычица. Плоти уснув, как смертный, Ты, Царь и Господь, На третий день воскрес, Адама воздвигнув исцеление И упразднив смерть, Пасха не тление, Мира спасения. Да восстанет Бог, И рассеются враги Его, Пасха священная Всей день намевилась, Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха всемечтимая, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери рая нам открывшая, Пасха освящающая всех верных. Как исчезает дым, Да исчезнув. Идите после видения жены Благовестницы, И сиуду возгласите, Прими от нас радость благовестия, О воскресении Христовом, Веселись, ликуй и радуйся, Иерусалим, Царя Христа, Узрев, как жениха, Из гроба выходящим. Так-то погибнут грешники От лица Божия, А праведники-то Жены, мироносицы, Глубоким утром Гробницы жизни подателя представ, Нашли ангела на камне Восседавшего, И он, обратившись к ним, Так возглашал, Что вы ищете живого Между мертвыми, Что оплакиваете нетленного, Как тленью подпавшего, Возвратившись, Возвестите ученикам его. Это день, который сотворил Господь, Возрадуемся и возвеселимся воны. Пасха радостная, Пасха, Господня Пасха, Пасха Всесвященная нам зашла, Пасха, радостно друг друга обнимем, О, Пасха, избавление от скорби, Ибо из гроба всей день, Как из брачного чертога, Просияв Христос, Жон исполнила радости словами, Возвестите апостолам, Слава Су и Сыну и Святому Духу, И ныне, и всегда, И во веки веков, аминь, Воскресенье день, И засияем торжеством, И друг друга обнимем, Скажем, братья и ненавидящим нас, Все простим ради воскресения, И так возгласим, Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, И тем, кто в гробницах, Жизнь даровав. На, Тихонич, молитесь. Спасибо, Господи, Спасибо, Господи, Белая Самая Духа, Родители, Благодетели, Митрополиты, Митрополиты, Епископа Евтихии, Ведмина, Нофангела, Амида, Тихона, Андрея, Священная Ремена, Вадима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Олипия, Андрея, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа, Максима, Сергия, Митрополита, Кирилла, Патриарха, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, И Глебу не дай погибнуть. Просим всех святых молиться о нас. Слава тебе, Господи, за эту тихую, мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание обнаружить и умножить наши таланты, дарованное тобой, этот дар неба. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Коснись сердца правителей, наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей, дабы издавали мудрые законы, дабы люди могли достойно жить и иметь возможность уделять нуждающимся. И сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Господи, благослови детей Сирии, защити их. Благослови нас прожить этот день во славу имени Твоего Святого и прославление дивных дел Твоих. Сохрани нас здесь селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, сына и Владимира, обрати к себе. Людмилу, любовь, Владимира, Алексея, Иосифа, пришли добрые жители и с детьми, знающими и любящими уставы Твои. Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, и расширь пределы общин. Найди новые души. Аллилуйя. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Евгения, Анастасия, Наталью, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Екатерину, Екатерину, Галину, Сергея, 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 Андрея, 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 Рахили, Ездру, И Самире дай веру истинную, дабы не верил уже пророчеству. И добрые дела ее да придут на память Тебе, Господи. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче, Свят, 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 Господь, Савауф, вся земля полнослава и Аллилуйя. Благослови, Анатолия, Вячеслава, Димитрия, Ксения и нас, помилуй, милости Твоей, я ради. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на святые каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Воздай милости всем, помогавшим нам в путешествии. Господи, Павла, Зинаиду благослови, Владимира семейства и ее, Людмилу, Надежду, Димитрия Сергея. И всех имена знаешь. Избави от пьянства Павла, Михаила Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И найди все наше родство и дайте Валентину Ирину, Татьяну Марфунину, Ольгу Елену, Марию Татьяну. Возри на угрозы врагов. Коснись их сердца, примири их с нами, не дай исполнить всех злым намерением. И в судный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Максима. Виктора, Сергея. Благослови благодетелей наши, воздай добром их. Елену, благослови, Людмилу, Неанилу, Татьяну, Евгения, Наталью, Юрию, Надежду. Посети болящих, дай силу перенести безропотно страдания. И пошли мы в исцеление, Господи. Валерия, Илариона, Кирилла, Надежду, Анастасию, Младенца, Татьяну, 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 Валентину, Валентину, Марию, Александру, Анну. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время по Твоему благоволению может оказаться полезным. Аллилуйя. Господи, сохрани наше сокровище в интернете и воздай милостями тем, кто позволяет нам там быть. Благослови их, Господи. И сохрани наше сокровище книги здесь и в пути и трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, помогающих Андрея, Андрея, Валентина, Виталия, Вячеслава, Дмитрия, ты всех знаешь, Господи. Коснись в сердце и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Да будет благословен этот день по слову Твоему. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь. И столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинь в смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас, мирликийский чудотворец, образ кротостего раздержания. Да укрепит нас Господь, дабы не участвовать в бесплодных делах тьмы и не страшиться царей начальствующих, но и обличать. Иоанн, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать никому и не завидовать и быть во всем экономным. И каждому дару и жилье Сергея Гавриила. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисея, Инох, Моисея, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархия, Езра, Нееме, Амос, Наум, Исайя, Еремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнен Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставлась с неготовыми, но чтобы выше на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными иллея, садя на них в Духе Святом с любовью, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Будь милостив к нам, Владыка, найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлия, не дай им погибнуть в возосточении и благослови Алексея, Максима, путешествующих, Араиса, Льва, Виктора, Виталия, благослови их, помилуй, сохрани, возврати в радости спасения, Аллилуйя, молите Бога на святые ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы, Сенебесные силы, престолы Божьей предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, Ингеристы, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да сохранись нас, Господь, и даруй жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога на святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Смирнский, Иустин, философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимний, комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста. Анфима, Вениамину, дай веру, страши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас. Святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий Иов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Хронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Аллилуйя! Сохранись нас, Господь, в святой православной вере. А замосты ретеков разруши в ничто преврати и обрати их на путь покаяния. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла Первомущин, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Дроника, Юник, Иприяна, Устина, Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание, Соломудрия и стыдливость, Не сохрани их от всяческого поругания, Исправ непокоривость Галины, Семейства Евгений, Надежды, Надежды, Светлана, Мария, Ирина, Людмила и Анна. И прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся для Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас, во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Прими нашу молитву во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, умершего за наши грехи, а тех, кто заповедовал нам молиться о них. Спаси их, Владыка, и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Христос воскрес. Во истину воскрес. Во истину воскрес. Во истину воскрес. Во истину воскрес. Аминь. Во истину воскрес. Аминь. ну что-то по порядку сергей павлович считай с выражением с толком с расстановкой спаси господи от пьянства трудно найти предмет столь часто и столь различно трактуемый даже одной и той же властью у которой всегда находится до преизлика апологетов и противников говорю о вине и о последствиях от него вводили сухой закон значит при продаже вин мокрый закон грех делался еще более желание желаний как в тунисе в саудовской аравии где алкогольные напитки называют шайтаньей бесовской кровью советские послы вспоминают как сыновья шейхов выпивали у них за зашторенными окнами с героической дрожью во всем теле зная что им за эту радость с черного хода грозит обезглавливание газеты писали о голландском капитане при входе в порт джигда где не опечатавшим судовой буфет с вином и зато поплатившимся высадкой на берег тюрьмой и как английский инженер работавший по найму на дому там изготовил что-то с градусами и суд определил ему два с половиной года тюрьмы несколько тысяч фунтов стерлингов штрафа и через каждые полгода на площади по 40 ударов палкой думаю что не всем сегодня известно отношение книги книг библии автор который сам бог к вину пьянству цитата работник склонный к пьянству придет в упадок вино и женщины развратят разумных гниль и черви наследуют его книга сирахова 19 глава 1 2 стихи все вместе взятые школы и обучение профессии не успевают делать того что делает вино дисквалифицируя делая нищим цитата вино испытывает сердца гордых пьянством против вина не показывая себя храбрым ибо многих погубило вино вино полезно для жизни если будешь пить его умеренно горесть для души вино когда пьют его много при раздражении и ссоре излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения умоляя крепость его и причиняя раны книга сирахова 31 глава с 29 по 35 стихи как правило у проповедующих винопитие вино и женщины идут в одной упряжке большая досада жена преданная пьянству и она не скроет своего срама книга сирахова 26 глава 10 стих отнюдь не сиди за вином с женою замужней и не оставайся с нею на перу за вином чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель книга сирахова 9 глава 10 11 стих вино и женщины развратят разумных а связывающийся с блудницами сделается еще наглее книга сирахова 19 глава 2 стих дети голубого воскресенья как говорят немцы наполняют дома для умалишенных в римской империи государственный закон под страхом смерти запрещал молодоженам до 30 летнего возраста употребление вина в житиях святых 5 мая ирина читаем как дьявол кричал я друг пьянец в житиях и в тихие 6 апреля память исцелил и в тихие 6 апреля память исцелил прокаженного и дал наказ не пить вина и будешь здоров когда заговоришь о вреде пьянство то в кавычках знатоки писания не прочитавшие даже строчки из библии непременно скажут но эти сам христос воду превратил вино на свадьбе но мало кто знает что святой эпифаний имел дар превращать и вино в воду если по церковным традициям сами пьяницы и родные их измучившиеся с ними просят своих молитвах обычно к святому ванифатию имеющим удар от бога после своей смерти помогать за поясом освободиться от их беды то к святому эпифанию нужно бы молиться о превращении винных рек в алкогольных берегах в обыкновенную воду любую покупку человек таит неся домой но если даже самый бедный в россии купит любую червивку сучок он его несет как дитя из роддома на показ знай какой кондрат богатый все что у меня есть мне и помирать не надо мечта же номенклатуры не только иметь свой гарем но и преисполниться дорогим вином премудрость 2 7 и пиршествовать каждый день блистательно евангелие от луки 16 глава некогда молодой и безмерно богатый премудрый царь соломон решил познать истинные радости жизни на практике цитата вздумал я сердце моем условно ждать вином тело моё и вот это суета и томление духа экклесиас 2 глава апостол павел предупреждает всех любителей бахуса цитирую и не упивайтесь вино от которого бывает распутство в нем же есть блуд эфесянам 5 глава 18 стих зная губительное действие пьянство церковь на уровне соборов запретила священнослужителям даже входить в корчму цитата если кто из клира будет замечен в том что ест в корчме до отлучиться кроме случая когда на пути по нужде в гостинице отдыхает апостольское правило 54 и только по великой нужде пути для ночевки дозволялось войти туда а преданных вину священнослужителей должно извергать из сана и мирян и низшие клирики да будут отлочены от церкви ежели не перестанут от всего посольское правило 42 и 43 в ветхом израиле был закон по которому непокорных детей следовало наказать приведя в судилище сказал сей сын наш буин и непокорен не слушает слов наших мод и пьяница тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти и так истреби злой среды себя и все израильтяне услышат и убоятся книга второзакония 21 глава 20 21 стихи скажут жестокий век жестокие нравы просто где не умели пить культурно но вот что говорят святые отцы об этом цитирую если выпито много вина оно становится подобным мучителю ворвавшемуся в крепость который с высоты ее производит душе не умалкающий мятежи не оказывая себе ни в каком беззаконном требовании но прежде всего поработив рассудок смешивает и приводит в расстройство весь сознательный строй жизни голос делает громким возбуждает непристойный смех опрометчивый гнев необузданное вожделение неистовую и бешеную страсть ко всему беззаконному удовольствию пьянство начало безбожие ибо оно врачает разум которым обыкновенно наиболее познается бог пьянство не дает место господу пьянство отгоняет святого духа в душу оскверненную пьянством не войдут пост и молитва пьянство мать порока противление добродетели оно делает мужественного робким целомудренного похотливым не знает правды отнимает благоразумие пьянство это добровольно накликаемый бес через сластолюбие вторгающийся в душу Василий Великий кто проводит время в пьянстве разгули и объедении тот подпал жестокой власти дьявола пьянство корень всех зол пьяница живой мертвец пьянство это падение лишение оправдания общий позор нашего рода Главное зло пьянство в том что оно делает для пьяницы недоступным небо и не позволяет достичь вечных благ так что вместе с позором на земле страждущих этим недугом и на небе ожидает тегчайшее наказание пьянство происходит не от вина и вино создано Богом но порочная воля производит пьянство Иван Златоуст Ежели кто не пьет из освященного чина из духовенства или миряне не ради воздержания а гнушаясь тот да извержится из своего чина из церкви апостольское правило 51-53 Вино надвое растворено умному на веселье дураку на погибель хотя вино как лекарство положено по церковному и монашескому уставу в воскресные и субботние дни иногда и в великий пост но христовые подвижники не только не злоупотребляли такой возможностью но и воды не досыто пили вино питье первое праведным ноем привело к тому что весь африканский континент до ныне пребывает в рабстве битье 9 глава пробудитесь пьяницы и плачьте и рыдайте все пьющие вино порок и аиль 1 глава 5 стих пьяницы царствия царствия божия не наследуют первое послание коринфянам 5 глава 11 стих вот что одно должно бы выбить из рук пьющих чашу с вином цитата пьяный бывает хуже бесноватого все мы жалеем бесноватого а на пьяницу негодуем и гневаемся почему потому что у того болезнь от дьявольского напасти а у этого от беспечности у того от козни врагов у этого от козни собственных помыслов пьянство несчастье над которым смеются болезнь над которую издеваются произвольное беснование которое хуже умопомешательства пьяница неприятен для друзей смешон для врагов презираем подчинен подчинен и отвратителен для жены не сносен для всех особенно же тяжело то что пьянство полное стольких зол и порождающее столько несчастье даже и не считается у многих виной пьян пьяный более жалок чем мертвый мертвый бесчувствен и не может делать ни добра ни зла а пьяный способен делать зло и зарыв душу как в могиле в плоти зла умерщвляет свое тело даже и удовольствием не может воспользоваться пьяница потому что удовольствие в умеренности а в неумеренности бесчувственность пьянство всегда зло но особенно в святые праздники здесь вместе с грехом есть и величайшее оскорбление и унижение божественных вещей за это может быть и двойное наказание пьянство и само по себе может служить вместо всякого наказания наполняя душу смятением исполняя ум мраком делая пьяного пленником подвергая бесчисленным болезням внутренним и внешним пьянство это многообразный и многоглавый зверь здесь вырастает у него блуд там гнев здесь тупость ума и сердца а там постыдная любовь пьяница не может видеть царствие небесного и что я говорю царствие пьяница не видит и настоящих предметов пьянство превращает дни в ночи свет во тьму пьяный глядя во все глаза не видит и того что у него под ногами храм божий это те в ком обитает дух божий храмом идолов и дьявола являются те которые оскверняют себя пьянством и невоздержанием христос хочет обитать у тебя а ты попираешь его объедением и пьянством Иоанн Златоуст пьянство приводит к тому что люди валяются в грязи как свиньи в болоте делая человека скотом пьяный человек способен на всякое зло идет на всякие соблазны тот же кто так его тот же кто так его устроил становится участником и всех его беззаконий поэтому кто открывает дорогу к гибели тот и этой гибели бывает виновен Тихон Задонский дьявол ничего так не любит как роскошь и пьянство поскольку никто так не исполняет его воли как пьяница златоуст по толкованию священного писания святыми отцами находим что вино означает строгость обличение наказание вино употреблялось как лекарство впредь пей не одну воду но употребляй немного вина ради немощи твоего желудка и частых твоих недугов первое послание тимофею 5 глава 23 стих у пьяного все идет верхом ртом и низом Иоанн Златоуст вот описание состояния пьяницы как будто не три тысячи лет позади а современный вытрезвитель видим цитирую горе тем которые с раннего утра ищут секеры водки и до позднего вечера разгорячают себя вином рог Исайя 5.11 У кого вой у кого стон у кого ссоры у кого горе у кого раны без причины у кого багровые глаза у тех которые долго сидят за вином которые приходят отыскивать вина приправленного на стойке коньяка не смотри на вино как оно краснеет как оно искрится в чаше как ухаживается ровно впоследствии как змея оно укусит и ужалит как аспит глаза твои будут смотреть на чужих жен и сердце твое заговорит развратно и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты и скажешь били меня мне не было больно толкали меня я не чувствовал когда проснусь опять буду искать того же притчи двадцать третья глава с двадцать девятого по тридцать пятой стихи алкозависимость в таком положении свыше семидесяти процентов населения бывшего союза привыкший пить вино отвыкает думать теряет смысл жизни прячется за винные пары смотрит на мир одним глазом через горлышко бутылки отравить разум отключиться не думать не знать что готовит тебе опостылевшая жизнь здесь вино выступает как палач завязывающий глаза выносящий приговор отсекающий голову разум вино говорит мудрец делает безногого ходячим слепого зарячим нищего богатым в доказательство своих слов посадили за стол слепого хромого и нищего и напоили их слепой какое прекрасное это красное вино безногий замолчи а то как ударю ногой все дёбра переломаю нищий убей его я за него заплачу ну вот все на сегодня я попрошу кто остался чтобы чтобы Алексея что бог устроил встречу из-за как-то его смирить что он приехал потеряевку я не знаю почему у меня такое желание это сильное чтобы бросил курить мне просто жалко его и как-то расположен такую даль летел сюда чтобы взять интервью меня это вообще потрясло четыре с половиной часа только в воздухе был а в аэропорту везде там да еще и такое у него состояние получилось Алексея звать его ну еще все расходимся не слышно иногда тихо расходимся я говорю или что-то есть вопросы какие-то да уже почти еще один вопрос если кто-то близко знакомится с Владимиром Головиным как-то вы его тоже на скайп вызвать то есть ему скиньте наши ролики вот сегодня еще один мы там с Юрием Соболем беседуем чтобы убрали эти ценники за молитву это симония самая настоящая симония и чем они тогда отличаются от того что в церкви везде торгуют за каждое слово за молитву кого помянуть сребролюбие это смертный грех на этом полностью разрушил свое будущее валаам пророк божий как это ему дать понять мне открыто это говорить прям никак нельзя я не выхода не имею во первых а потом я уже неоднократно говорил на эту тему и вы сами от себя скажите пусть это молитва по соглашению все это оправдано все хорошо но деньги убрать нигде просто объявить добровольное пожертвование на церковные нужды для бедных там или как-то мы же тоже где-то говорим такие объявления то он, у нас не complètement тарелкой нигде никак не ходит вообще нет у десятина, все оправдывает и ему сказать что теперь он не священник а Scout Om может говорить но платить-то ему никто не будет там другой священник будет αν Церковь Десятина-то платится священнику и чтобы он нигде ничего не делал то что делал священником благословлять кого-то или что-то А потом сразу его предадут анафями а тогда он не причаститься не сможет ничего И тогда вообще ничего нельзя повернуть назад будет. Позаботиться надо. А батюшке и Алексею Викторовичу в шахматах. Если я не нужен, я отхожу. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Ну, не все разошлись еще. Мало, разбежались уже. Ну, ладно. Спасибо.